МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пожалуй, самый наполненный из Орловских информационный проект о культуре и околокультурной жизни уже несколько лет развивает Ольга Касухина. Круп в ВКонтакте называется «Пять звезд Орел». На нее подписано почти 5000 человек. И в ней вся творческая жизнь Орла. От значительных международных фестивалей до праздников двора и прогулок с артистами по городу. Новости и фотоотчеты. Несколько раз в день. Культурная жизнь Орла глазами пяти звезд в начале нашей программы. Продолжим после с главным редактором проекта. Главный редактор проекта «Пять звезд» Орел Ольга Касухина в нашей студии сегодня. Здравствуйте, Ольга. Добрый день. Я скажу, что наконец-то давно должно было это произойти, потому как вы один из, наверное, справедливо сказать, один из, а может быть, и главных, главный культурный обозреватель всего того, что происходит в Орле. Почему? Почему самый главный? Я объясню, потому что в той полноте такого полного контента по части культуры и искусства не предоставляет ни один из информационных проектов здесь в Орле. Это действительно так. Для чего этот проект нужен Орлу, я понимаю, потому что там все. Любой человек, кто интересуется театром, может посмотреть информацию о спектаклях, о премьерах, об артистах и не только в рабочее время. Ну, например, а для чего это нужно вам, как человека, который не получает никаких средств за публикации, проводит массу времени и львиную долю жизни своей отдает этому проекту? Вот для чего вам это, я не понимаю. Рассказывайте. Ну, в принципе, уже все сказано. Потому что это мое, потому что я это чувствую, и в какой-то момент захотелось этим поделиться, чтобы как-то вот что-то такое, то, что мое, то, что мне дорого, то, что мне близко, то, что я считаю интересным, важным в жизни любого человека, и поэтому реально захотелось этим поделиться. Ну, в сутках-то 24 часа, у вас есть основная работа. А я в последнее время пришла к выводу, что реально больше. Сколько людей спрашивают, как ты там все успеваешь, как вы все успеваете, как это. А вот сидишь на месте, кажется, что времени мало. Когда много всего происходит, а потом в конце дня так, кажется, можно много успеть и за 24 часа. Вы смотрите все и бываете везде. Ну, так громко не надо прямо. Мы бы хотели бывать и больше. Ну, куча публикаций, просто каждый день их несколько. И причем это не только анонс того, что произойдет, или короткий отчет по поводу того, что уже свершилось, но это обязательно с фотографиями, с места событий, репортажи. Это прямо очень-очень интересно для ваших читателей, я так полагаю. Вы, наверное, дадите самый правильный, самый корректный ответ на вопрос, а что вообще в целом происходит с культурой города Орла? Вы вот этим проектом занимаетесь, вы его ведете уже седьмой год. Вот есть, в принципе, по моим ощущениям, два взгляда на орловскую культуру. Первый, у нас много талантливых людей. И второй, в Орле ничего не происходит, пойти некуда. Что вообще такое? Вот по вашему мнению, что происходит? Ну вот на протяжении уже седьмого года, да и раньше, действительно с этими взглядами и постоянно сталкиваешься. И в итоге, вот видимо, моя там громко сказана миссия чуть-чуть донести, что действительно очень много в городе людей, очень много проектов, очень много культурной, творческой жизни, которая действительно есть. А те люди, которые говорят нет, хочется их позвать, приходите, посмотрите. Например, значительное событие, одно из значительных событий последнего времени, это юбилей Тургенева. Вот то, что происходило и сейчас происходит по этому поводу, достойно ли имени великого писателя, по вашему мнению? Я даже на своей странице или в пяти звездах об этом написала, помню, прямо такой развернутый пост, по поводу тех людей, которые высказались, что вообще юбилей Тургенева прошел мимо, обращаюсь к ним. Вы просто не в том месте были. Просто не пришли. Да, но другое дело, ну да, может быть, не хватает информации, может быть, не хватает там еще что-то. Но я реально столкнулась, что там в каждой библиотеке, в каждом музее, в театрах, везде-везде что-то происходило. Вам как зрителю интересно было? Или вы понимали, что это потому, что нужно сдать отчет и сделать... Нет, я реально, я тоже там об этом написала и поделилась, я сама стала читать, я что-то там стала вчитываться. Я реально раньше относилась к Тургеневу, как к какому-то такому седову дядюшке с бородой, который прописал Муму и что-то там еще, отцы и дети, наверное, я еще там помнила. А когда я в это погрузилась, реально стало интересно и как-то столько всего. Личность, слог, произведение, что вас увлекло? Да все в итоге, потому что вот реально, оказывается, еще хватает времени, выяснилось в этот момент, что хватает времени еще и почитать, оказывается. То есть я там за день оббегаешь, кучу мероприятий придешь, а потом реально хочется почитать и читаешь. И поэтому приходите, это сейчас уже обращаясь к зрителям, к тем, кто сидит и думает о ничего интересного. Ну, встаньте, пойдите, выйдите на улицу, наверняка рядом с вами. Библиотека точно где-то есть, она у нас по всем районам, в каждом районе есть библиотеки. Не говоря уже о массовых праздниках, которые не только в Спасском и Лутовиново, если применительно вот к этой теме. Ольга, за это время, вот шесть с лишним лет, какие бы значительные события вы выделили? События такие, которые действительно оставились у вас в памяти. И вы можете сказать, что город Орел, ну, может, преуспел на этой творческой почве. Давайте вот три события, спектакля. Ну, событий действительно много, и, может быть, у меня так устроена память. Я очень многие из них помню. Ну, любая память, она избирательная. Мы помним только то, что было действительно в десятку. И это, например? Не, ну, тот же фестиваль, но фестиваль «Люди», я вот в этом году был в международный фестиваль камерных и моноспектаклей. Модных спектаклей, как я сказала, и моноспектаклей «Люди». В этом году уже был девятый раз, я на всех была, на всех, как зрителей, как работала. То есть вы сейчас на нем говорите как о явлении? Да, это уже явление, это действительно ждешь уже этих, обычно это там неделя где-то. Это действительно то, что остается в поиске. Новые люди, спектакли, впечатления. Театрные события. Что еще? Может быть, выделить, мы, наверное, года три или четыре с театром «Русский стиль». У нас постоянно уже такая наша дружная, хорошая компания. Мы ездим на троицкие хороводы, которые в Русском Полесье. Это всегда масштабно, это всегда как-то душевно. Еще с хорошими людьми рядом, и мы вместе там что-то делаем. Тоже большие фотоотчеты наши, я надеюсь, все видели и все знают. Яркие, красивые фотографии с последних хороводов тоже. И поэтому тоже такое событие большое. Это третий. А из какой области третий будем выбирать? Ну, давайте так, троицкие хороводы – это тоже традиция, фестиваль «Люди», это тоже ежегодно повторяющиеся. Может быть, одно какое-то мероприятие, которое вас поразило, которое было единоразовым, и вы его запомнили? Площадное, быть может, массовое правило. Не знаю, спектакль. Ой, ну спектаклей так много, наверное, было. Плассической музыки. Вот в последнее время с большим удовольствием хожу на концерты нашей филармонии, губернаторский оркестр под руководством Василия Шкопцова. Просто я стала фанатом. Ой, соглашусь. Так что давайте туда это тоже запишем. А раньше тоже мне казалось, это, ой, это где-то там, классика, это же неинтересно, это же скучно. Трясение души. Вот, действительно. Так что все, пожалуйста, слушайте, смотрите, приходите, читайте. И чем больше, тем? Да. Что-то для себя обязательно найдете. Надо сказать, что пять звезд «Орел» – это кто, помимо Ольги Косухиной? Кто еще? Ну, на данном этапе мы в основном вдвоем с Олесей Суровых. Человек, чьи снимки. И на сайтах Харловских театров. Практически все спектакли всех театров. Плюс мероприятия, да, плюс студенческая даже жизнь. Тоже, да. Ну, потому как один культурный вуз у нас на ближайшие регионы. Регионы, да, приятно, что вы не обходите вниманием творческие показы не только выпускников, но и студентов разных курсов и посвящения студенты, если я тоже не ошибаюсь. И это тоже обязательно. Ну, конечно, всех мы не успеем, но тут вот призыв тоже к студентам, к любым заинтересованным. Пишите просто, у нас тогда-то, тогда-то такое-то мероприятие, очень интересное, творческое. Просто пригласите. Будет время, мы обязательно придем. Я, Леся, мы легкие на подъем, примчимся, сами получим удовольствие и поделимся со всеми. А если нужно будет поругать? Вот, кстати, критики я у вас как-то мало сделала. На заказ критику не будем писать, нет. По велению сердца всех хвалите? Нет. Или можно пожалеть? Мы, может быть, если что-то не нравится, мы помолчим лучше об этом. Так что, если что, обращайте внимание, о чем-то не написано, наверное, нам не понравилось. Так, 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 все понятно. Политический момент. Олеся Суровых. Тоже короткая информация об Олесе и, конечно, ее фотографии. Конечно, фотографии. Как я понимаю из публикаций, очень любимая вами тема – это Орловские театры. Артисты, премьеры, репетиции. Их вы тоже посещаете. У нас четыре театра в Орле. Что вас привлекло в этом жанре искусства? Ой, это вообще отдельная история. Наверное, откуда-то родом из детства. Ваше детство прошло где? У меня было счастливое детство, оно было тоже активным, позитивным. И так получилось. Была возможность и московские театры посещать в свое время. Как-то так достаточно активно и много было посмотрено. Я не скажу, что с детства. И вот, честно, не помню свой первый спектакль, который там пришла, увидела там какой-то золотой ключик, дюймовочек. Что-то нет такого, нет яркого впечатления. А потом, действительно, Ленком, Хат, Театр Сатиры. Очень много было посмотрено. А потом как-то постепенно здесь тоже… Нет, я ходила здесь, а потом как-то это вот стало тоже чем-то таким родным, близким. И люди, работающие в театре, стали моими друзьями. А как сделать так, чтобы слава наша, театральная в том числе, стала повсеместной? Вот у нас четыре театра, да? Но нельзя сказать, чтобы в городе так уж прям обсуждали какую-то премьеру, как вот в Москве обсуждают Богомолова. Или, например, музеи, которых тоже много. Интереснейшие выставки. Вот сейчас Фрида Каллода приехала, очередей нет. Литографии Дали привезли, тоже не было очередей. А чего нам не хватает? Как нужно усилиться? Общего уровня культуры в обществе. Это, конечно, пафосно. Мы же наследники великих. Неужели мы потеряли запарников? Ну, тут, наверное, каждому надо в себе покопаться и спросить самого себя, а чего я правда… А почему я в театр не хожу? А чего это я на выставке? А давно ли я брал в руки книгу? А что там? А сами очередения культуры все правильно делают? С точки зрения маркетинга, позиционирования, реклама? Нет, ну, наверное, хочется побольше возможностей. Можно сейчас рассуждать и финансирование, но это, видимо, не моя тема. Но я понимаю, что зачастую это тоже имеет значение. Потому что желание, не берусь, там, сто процентов сказать, у всех работников культуры, там, горят, желают и прочее. Но есть. Они действительно профессионалы, они действительно люди, которые знают свое дело, любят свое дело, хотят этим делиться. Ну, не всегда вот. Я понимаю, что вам интересны все мероприятия. Вы не гнушаетесь какими-то кулуарными вещами наряду с какими-то большими крупными проектами. А в принципе, как увлечь человека, простого зрителя, как сделать так, чтобы ему захотелось пойти на выставку, в музей, посмотреть на картины, если он ни разу не ходил. Вот что нужно сделать? Какой должна быть реклама в нашем городе, в нашем провинциальном сообществе? Ой, просто реклама, там, мне кажется, это действительно там можно обвесить везде репродукции. Нет? А что работает? Да не сработает это за пять минут. Вот так вот, к сожалению, к несчастью, к нашей печали, действительно, вот дело где-то такое масштабное и глобальное, что прежде чем захотеть пойти на выставку Фреда Калла, надо узнать, кто такая Фреда Калла, соответственно, хоть какой-то уровень образованности себе повышает. Я поняла. А к сожалению, к сожалению. Вы упомянули уже о фестивале «Люди». Вы тоже его наблюдаете. Это девятый был фестиваль. Да, все девять лет я. Все девять лет вы его наблюдаете, по вашим ощущениям. Это тоже событие для нашего города, и поэтому в том числе мы говорим об этом. Развивается он, по вашему мнению, вот как-то по спирали, строго ли вверх, вот с момента, когда сменился организационный комитет фестиваля, что вообще с ним произошло? Этот фестиваль девятый в следующем году будет юбилейным. Стоит ли ждать, что это прям выстрелит этот момент? Очень хотелось бы, чтобы действительно такой повод хороший, чтобы это действительно было юбилейное, глобальное, массовое. Может быть, по размаху, может быть, по количеству спектаклей, может быть, еще что-то. Насколько это будет? Опять, хочешь, не хочешь, но возникает вопрос финансирования. Поэтому я как бы знаю... Какой здесь момент финансирования, если просто... А как пригласить хорошие театры, хорошие постановки? Это же их надо привезти, их надо покормить, их надо расселить. Посмотрите, опять та же самая проблема. А зритель-то просто не придет. Можно привезти кого угодно. Вот Марк Розовский приезжал, например. Нет, ну ходят на фестивальные спектакли, ходят, приходят люди. Ну нет, над этим тоже надо работать. Реклама, поддержка, ходить, рассказывать, привлекать. Ваше впечатление от тех постановок, которые привезли в этом году и в целом о том, как было организовано это международное событие здесь, в Орле? Ну, спектаклей сейчас, по-моему, было 11 у нас приглашенных. Я в силу работы там парочку, наверное, буквально не посмотрела. Олеся у нас уже который год смотрит все спектакли и фотографирует все спектакли. Она еще больше может об этом сказать. Были действительно то, что как-то... Если отдельно, то уже хочется прям отдельно что-то отметить. Если возможно, да, если это осталось в вашей памяти, впечатлению вас. Ну, мне понравился вот спектакль, который завершал фестиваль на закрытии, был Матищинский театр-фест. Авторский проект Павла Каневца. Мальчик примерно весело. Такая какая-то душевная, теплая... Это парень, который сам себя отрежиссировал, сам сыграл. Да-да-да-да. Как-то прямо так зацепило, порадовало, в чем-то удивило. Приятно, что отметили там как главную роль. Не смогу не порадоваться за наш спектакль, который мне действительно очень-очень нравится. Вторая смерть Жанна Д'Арк, постановка Сережи Пузырева. Это гран-при фестиваля. Гран-при фестиваля. Я считаю, что очень достойная, хорошая работа нашего театра, отмеченная и жюри фестиваля. Я ее очень люблю. В этом году, вот уже второй раз, хрустальную рампу вручают артистам. В свободном пространстве, да. Как вам думается, насколько можно относиться справедливо к этой награде? Участвовали зрители, участвовали журналисты в том, чтобы проголосовать. И кто-то из артистов получал награды за лучший спектакль, за лучшую роль второго плана, главную роль и так далее. И вот ваша оценка вот этого события еще. И как вам кажется, нужен ли Орлу вот такой вот конкурс в межтеатральном сообществе? Потому что я знаю, у наших соседей есть такой опыт, когда соревнуются все театры, и есть только один победитель от одного из них, только в одной номинации. И тогда вот есть такой очень хороший стимул работать как-то очень интересно и показывать себя. И ходить на спектакли в другие театры? С хрустальной рампы начнем? Да. Нет, ну мне кажется, зритель, вот этот диалог театра и зрителя должен быть всегда, потому что вот именно вот это общее какое-то единение. И дать возможность зрителям высказаться, поделиться своими впечатлениями, я думаю, театр «Свободное пространство» очень хорошее. Вы понимали, насколько активно были зрители в этом голосовании? Ну это было видно практически всем, кто подписан на группу театра «Свободное пространство», там было открытое голосование. Это только интернет-голосование было еще и в самом театре? Нет, это еще было в самом театре, и как бы это все было озвучено, объявлено, это было достаточно доступно. Ну, по количеству просмотров и голосов там тысячами как бы исчисляется это, то есть действительно какой-то такой азарт у зрителя возник, поболеть за своих, чтобы свои выиграли. Так что я очень рада за тех, кто выиграл, за тех, кто в будущем выиграет. Это хорошее такое дело и для актеров, и для зрителей, и для театра. А по поводу того, чтобы... Ой, я только за всеми руками, это было несколько, по-моему, два года было как-то у нас в Орле, между театрами. Я сейчас не вспомню название, розу хрустальную вручали у нас. Было соревнование между театрами, также лучший спектакль выбирался, лучшие роли. Было очень хорошо, душевно, как-то вместе собирались и театры. Действительно, вот чего-то такого, вот если сказать, что лично мне даже не хватает, вот этого какого-то более тесного контакта между творческими коллективами нашими, театральными, не только театральными. Вот какой-нибудь очень хороший совместный проект, театральный, музыкальный. Действительно, вот тут я смело бы сказала, вот это вот событие, которое... Ну, еще, наверное, один вопрос. Сейчас, в принципе, в театрах сезоны закрылись, и людей не так много в городе, отпуска и прочее. Все-таки, все те, кто задаются вопросом, куда сходить, есть ли куда сходить в Орле нынешним летом? Ну, вот прямо и очень хороший повод пригласить прямо буквально через несколько дней, 5-6 июля на сцене Орловского государственного академического театра Тургенева будут спектакли Тульского театра драмы. Это тоже такой большой всероссийский проект, посвященный году театра, театральный марафон, где каждые города передают, играют спектакли там у своих соседей, показывают, и дальше это все идет, идет. Работают наши музеи, продолжают. 5-го июля в Орловский музей изобразительных искусств приглашает на открытие новой выставки нашего художника Владимира Вережникова. Приходите. К юбилею. Так, недавно вы приглашали, кстати говоря, это праздники под открытым небом, на открытой площадке, к фету. Вот это прямо сегодня мы приглашали, и пользуясь случаем приглашают уже всех. Фетовский праздник, традиционный, за околицей, пройдет в Амцинском районе. Информацию ищите тоже в нашей группе. Все, что будем узнавать, вы первыми узнаете, зайдя в нашу группу ВКонтакте. Все будем сообщать вам. И за что отдельное еще спасибо, вот прямо ко всем праздникам, к Новому году. Прямо афиша, куда, с ребенком, без, востолько, там, там, там. И я думаю, что к 5-му августа снова будет традиция, нечто такое тоже. Ну, к 5-му августа обязательно будет очень много интересных мероприятий. Думаю, мы там должны быть, будем, поделимся впечатлениями, фотографиями, и обязательно со всеми с вами встретимся. Конечно, конечно. Спасибо вам большое. Спасибо за интервью. Спасибо вам. У нас в гостях была главная редактор проекта «Пять звезд» Орел Ольга Косухина. Орел Ольга Косухина.